друзья привет продолжаем наше видео чтение нашей следы лопухиной книги мастер коммуникации глава посвященная погашению манипуляции сегодня у нас про алгоритм работы с манипулятором все мои предыдущие выпуски там другие темы затронуты так что ставьте лайк подписывайтесь на канал и слушайте дальше можете предыдущие послушать еще раз кстати говоря на вебинар лучше всего приходите ко мне будет вебинар регистрируйтесь и приходите там будет гораздо больше практики и так алгоритм работы с манипулятором а теперь долгожданной пошаговки работы с манипулятором что же нам нужно сделать для того чтобы его обезвредить и хотя бы частично пробудить в нем человека первый шаг отлавливаем сигнал что-то не так выходим на балкон мысленно находим в чем манипуляция и выбираем способ обезвреживания если есть время и ситуация значимая то стоит это сделать письменно это все был первый шаг шаг 2 применяем один из приемов по обезвреживанию накидываем лассо применяем технику конкретизации технику затуманивание технику душа не в объятиях технику конкретизирующих вопросов технику конструктивной конфронтации в том числе напоминаем о своих правах или технику уточнение цели манипулятора говорим только из правильной коммуникативной пристройки о самих техниках мы подробно поговорим чуть позднее а пока продолжаем тренироваться в искусстве расклеивания бытовой манипуляции рассмотрим еще несколько примеров манипулятор вы считаете вы выбрали лучших из всех претендентов на эти рабочие места был проведен конкурс на вакансии победители получили искомые должности адресат считает что рекламная кампания была неважно организована факты были свободные рабочие места их было несколько претендентов было больше чем мест адресат был уполномочен отбирать людей у адресата были некие критерии по которым отбирал дипа должности был произведен отбор кандидатов на вакансии была предварительная рекламная кампания существует точка зрения адресата по поводу активность рекламной кампании адресат считает что претендентов по настоящему соответствующих критериям должности было недостаточно сомнительные моменты манипулятор не указал на какие именно рабочие места проводится отбор проводился отбор что он имеет ввиду под словом эти не указано из каких всех кандидатов был произведен выбор эта генерализация то есть манипулятор до беспредельности расширяет количество имевшихся но не просмотренных кандидатов третье многозначное слово лучших не указаны критерии с которыми сравнивают лучших по сравнению с кем четвертое слово выбрали имеет множество значений и в нем заложена возможность личных а не деловых предпочтений пятое вы считаете это еще одна попытка повесить на партнера ответственность за субъективность выбора шестое адресат не обязан давать отчет своему коллеге о проделанной работе да не обязанному давать отчет о проделанной работе цель данной манипуляции заставить адресата усомниться в результатах проделанной работы обесценить проделанную работу навязать сомнения в его профессиональных навыках обвинить в субъективном подходе а также переложить на него ответственность случае не самого удачного выбора. Манипулятор словом всех пытается также наложить на адресата ответственность за количество просмотренных им людей, дескать, недостаточно стимулировал рекламную кампанию. Атакуем в мишени адресата тревожность и чувство вины. Ну и перфекционизм, конечно. Противоядие. Да, я считаю, что выбрал лучших. Манипулятор. Помнишь, у тебя недостача была? Я тебя покрыл тогда. Но ведь главбух наш тоже может об этом помнить. Ведь недостаточа действительно имела место, но была полностью компенсирована адресатом до конца финансового года. Факты. Когда-то была недостача. Второй факт. Манипулятор знает о факте недостачи. Третий факт. Она была вовремя компенсирована. Сомнительные моменты. Историю, давно законченную, манипулятор пытается представить как незаконченную. Не факт, что главбух помнит. Может да, может нет. Слово помнить многозначное. В нем подразумевается угроза. Третье. Я тебя покрыл тогда. Многозначительные намек на какое-то свое действие в пользу адресата, неизвестное ему, которое могло быть, а могло и не быть. Четвертое. Множественное значение слова покрыл. Что имеет в виду? Покрыл какое-то преступление, грех. Покрыл сам факт недостачи. Покрыл перед кем? Что конкретно для этого было сделано? Покрыл? Просто молчал или дал ключи от своей дачи, чтобы адресат мог там скрыться от правоохранительных органов? И пятый момент сомнительный. Помнишь? Претензии на обладание якобы опасны для адресата конфиденциальной информации. Ты, возможно, уже расслабился, а я хорошо помню твои проколы. Цель манипуляции – поймать на страхе чувство стыда за недостачу, страхи необоснованного наказания, особенности российского менталитета, кстати говоря, наказать могут за что угодно, даже задним числом. Попытка дать понять адресату, что тот его должник, подельник. Противоядие. Это все к чему? То есть простое совсем противоядие, да? Еще пример. Манипулятор. Вы что, в Германию не едете? Не берут? Факты. Предстоит поездка в Германию. Второй факт – адресат не включен в команду. Сомнительные моменты. Не берут – многозначное слово. Это может означать «не включили в команду», а может «отвергли». Второй сомнительный факт. Вы что? Грамматически это выражение возмущения. Два вопроса подряд. Каскад манипулятивных вопросов. Если партнер не ответил на первый вопрос, то второй вопрос уж точно его догонит. Цель манипуляции – сделать больно, уколоть, показать свою власть. Мишень – низкая самооценка адресата, страх быть отвергнутым, страх быть хуже других. Противоядие. Если знаете, зачем спрашиваете? Да, в этом составе я не еду. Техника затуманивания была применена. Дальше. Манипулятор. Увольняешь Сергеева? То ясно, судьба людей тебя не интересует. Факты. Адресат имел право уволить Сергеева. Второй факт. Адресат имеет право увольнять за несоответствие занимаемой должности. И третий факт. Адресат имеет право не заботиться о дальнейшей судьбе уволенного сотрудника в контексте работы и занимаемой должности. Сомнительные моменты. Первый. Не факт, что манипулятору ясно все, что произошло. Второе. Мы не знаем, на каких условиях был уволен Сергеев. Третье. Ложная генерализация. Судьба людей тебя не интересует. Никто не может интересоваться судьбой всех людей. Четвертое. Ну, ясно, усурпация – право на оценку. Никто не давал манипулятору право оценивать поступки другого человека, выполняющего свои служебные обязанности. Цель манипуляции – навязать адресату чувству вины, ощутить свою власть. Мишени. Страх отчуждения, желание сохранить определенный образ в глазах окружающих. Противоядие. От имени кого ты сейчас выступаешь с подобными оценочными высказываниями? Если ты говоришь, что это твое личное мнение, то не мог бы ты уточнить, кто уполномочил тебе оценивать моральную сторону моих служебных распоряжений. Следующий пример. Манипулятор. Вы совершенно отстали от жизни. Адресат перед этим выступал с предложением, которое считает вполне актуальным. Факты. Адресат имеет полное моральное право работать к подходящему темпе и отставать от темпа, который манипулятор считает правильным темпом жизни. Второе. Предложение адресата может как содержать, так и не содержать ошибку. Третье. Адресат имеет свое мнение по поводу актуальности, вносимого им предложения. Сомнительные моменты. Никто не имеет права говорить другому человеку, что он отстал от жизни, поскольку это оценочное высказывание. Второй сомнительный момент. Слово «совершенно» — ложная генерализация. Третий момент. Никто не является экспертом по тому, с какой скоростью идет реальная жизнь. Четвертый момент. Манипулятор не указывает, от какой конкретной жизни и в чем он отстал. Основной прием манипуляции здесь — придание негативного эмоционального смысла обычным фактам. Цель манипуляции — вызвать у адресата неуверенность, заставить его не отстаивать свою точку зрения. Мишень. Страх негативной оценки, страх несоответствия ожиданиям. Если я буду отстаивать свое мнение, меня сочтут некомпетентным отсталым. Противоядие. Не могли бы уточнить, по каким конкретно признакам вы определяете мое соответствие или несоответствие правильным темпам жизни? Не могли бы вы уточнить, каковы, по вашему мнению, правильные темпы жизни? Следующий пример. Манипулятор. Ну, я знаю, ты на его нарушение посмотришь сквозь пальцы. Ты человек без комплексов. Факты. Есть нарушение. Второй факт. Манипулятор не знает, как адресат отреагирует на это нарушение, накажет, будет потакать, станет соучастником, молчит. И третий манипулятор не знает об отношениях адресата к нарушению. Сомнительные моменты. Значение выражения «смотреть сквозь пальцы» намеренно не обращать внимания на что-либо неприятное, нежелательное, предосудительное. Манипулятор с помощью этого выражения без всяких оснований приписывает возможному отсутствию реакции на нарушения сознательные намерения, нисходящие из интересов дела и противоречивающие моральным правилам. На это он не имеет никакого права. Второй сомнительный момент. Без комплексов. Многозначное выражение. Оно одной из значений не действует в соответствии с моральными правилами. Другое – психически здоровый. Третий сомнительный факт. Манипулятор не имеет права давать оценку ни психическому здоровью адресата, ни моральную оценку поступкам адресата, ни обязанности адресата действовать в соответствии с правилами. Цель манипуляции – навязать свою точку зрения, заставить действовать по своему плану. Мишень. Страх негативной оценки независимой позиции своей у адресата. Страх осуждения за принятие решений на основе личного отношения к нарушителю, даже если такового отношения нет. Противоядие. Не мог бы ты уточнить, что такое в твоем представлении человек без комплексов и в каких его действиях это проявляется? Объясни мне, пожалуйста, что в твоем понимании значит посмотреть сквозь пальцы? Следующий пример. Манипулятор. Если ты отказываешься это сделать, зачем ты вообще занимаешь это место? Факты. Адресат занимает какое-то должностное место. Второй факт. Адресат не соглашается выполнить требования манипулятора. Третий факт. Человек имеет полное право отказать в требовании, которое не соответствует должностным обязанностям или взятым на себя обязательством. Четвертое. Требование манипулятора не имеет никакого отношения к должностным обязанностям адресата, и у него нет иных обязательств перед манипулятором. И пятое. Человек имеет право отказать и в необоснованном требовании, и в просьбе в любой ситуации. Сомнительные моменты. Манипулятору нужно что-то от адресата, но вместо просьбы он выдвигает требования, которые не имеют оснований. Второй сомнительный момент. Вообще ложная генерализация. Третий сомнительный момент – даже слово «усиление». Четвертый сомнительный момент – узурпация, право на оценку. Он не имеет права судить о соответствии адресата занимаемой должности. Пятый сомнительный момент – манипулятор не имеет права судить о том, насколько то, что ему нужно, выполнимо для адресата. Цель манипуляции – принуждение к выполнению желания манипулятора. Мишени – чувство неполноценности, страх отвержения, желание выглядеть хорошо. Противоядие – твоя просьба не имеет никакого отношения к моим служебным обязанностям. Попросить твое право, мое право тебе отказать. Это техника конструктивной конфронтации. Следующий пример – манипулятор. Я так и знал, что вы будете против Петровой, вы только со своими предпочитаете работать. Разве я не прав? Адресат не перевел Петрова в свой отдел, а взял сотрудника, с которым работал много лет. Факты. Адресат против перевода Петровой. Второй факт. Петрова не принадлежит к числу людей, с которыми адресат работал много лет и поэтому хорошо знает. Третий факт. Адресат имеет полное право выбирать, с кем ему работать, в том числе и тех, кого он давно и хорошо знает. Сомнительные моменты. У словосочетания против Петровой как минимум три значения. Первое – против Петровой как профессионала, второе – против Петровой как личности, третье – против кандидатуры Петровой, так как адресат хочет взять в свой отдел другого, более подходящего по его критериям сотрудника. Второй сомнительный факт. Нет связи между отказом от перевода Петровой и предпочтением работать с проверенными людьми. Создание иллюзий причинно-следственной связи из запятой между двумя частями предложения. Третий сомнительный факт. Предпочитайте намек на предвзятость. Это многозначное слово, предполагающее возможность выбора кандидата как по профессиональным, так и по личным качествам. Четвертое. Факт отказа от перевода Петровой сам по себе никак не говорит о предвзятом отношении ни к ней, ни к выбранному кандидату. Пятый. Многозначительное слово «свои». Первое – те, с кем он предпочитает работать. И второе – что-то противоправное, как сообщники, подельники. Шестое. Неправда, что манипулятор может читать мысли адресата. Седьмое. Выбор с адресатой ничего не говорит о его действительных мотивах. Восьмое. Неправда, что адресат работает только с теми, кого знает, он всего лишь предпочитает это делать. Девятое. Манипулятор говорит так, как будто он предвидел и предсказал назначение адресатом другого сотрудника, но сам факт этого назначения ничего не говорит о том, что выбор адресата плох. А что? Только те решения, которые вы считаете правильными, могут быть качественными? И десятое. К какой части фразы манипулятор относится вопрос «разве я не прав?» – неясно. Цель манипуляции – поставить адресата в зависимое от себя положение. Мишени. Желание адресата сохранить свое лицо, страх, что его обвинят в необъективности, страх слухов и клеветы, страх перед интригами. Противоядие. Если для вас так важно знать, почему я не взял Петрову, я готов отдельно поговорить с вами об этом, подробно объяснить свою стратегию выбора. Но в ответ я попрошу у вас подробного объяснения, почему у вас такой большой интерес к данному вопросу, который не входит в вашу компетенцию. Следующий пример. Манипулятор. Выступать должны не вы, вам не поверят. Говорит в последний момент перед выступлением по поводу предлагаемого проекта. Факты. Грядет выступление. Второй факт. Адресат готовился к выступлению. Сомнительные моменты. Фраза звучит как приказ предписания, хотя никто не давал манипулятору право приказывать своему коллеге. Второе. Неправда, что точно должен был выступать кто-то другой, а не адресат. Третье. Не поверят в многозначное слово. Не поверят, потому что адресат не способен вредительно доказать и аргументировать. Второе. Не поверят лично ему. Про личное доверие. Третье. Не поверят, потому что вы не являетесь авторитетным источником. Четвертый сомнительный факт. Негативная оценка адресата и намек, что не поверят именно ему. То есть узурпация права на оценку. Пятое. Если презентация провалится, то не факт, что из-за того, что выступал адресат, возможно, результат проекта труднодоказуем. Шестое. Адресат не обязан принимать в внимание личное мнение манипулятора. Седьмое. Соединение частей предложения при помощи запятой, побуждение искать причины следственной связи, выступать должны не вы, потому что вам не поверят. Всегда надо прежде всего проверять конструкцию предложения. Это самая ядовитая стрела в огороде Бузина, а в Киеве дядька. Союз А предполагает противопоставление, а запятая – союз потому что. Восьмое. Выступать имеют право только те, про кого имеется стопроцентный прогноз, что им поверят в любом смысле слова. Не только те имеют выступать, которым 100% верят все. Девятое. Чтение мыслей слушателей. Десятое. Свою фантазию по поводу оценки слушателей манипулятор выдает за очевидный факт. И одиннадцатое. Манипулятор берет на себя право выступать в качестве представителя общественности от имени и по поручению. Именно по этой мишени и лучше всего бить в ответ. Цель манипуляции – вышибать из эмоциональной колеи адресата и либо выступить самому, либо запороть проект. Возможно, и то, и другое одновременно. Мишени. Низкая самооценка адресата. Страх негативной оценки. Страх провалить важное общее дело. Противоядие. А кто тебе поручил это мне передать? Ты чей уполномоченный представитель? Следующий пример. Манипулятор. Ну что, грант достался тебе? А ведь сколько было достойных кандидатов? Факты. Грант получен адресатом. Второй факт. Было много претендентов. Третий факт. Конкурс был большим. Четвертый. Адресат победил в конкурсе. Сомнительные моменты. Первое. Слово «достался» имеет множественное значение. Может подразумеваться нечестным путем. Второе. Противопоставление при помощи союза «а ведь» получается «а недостойный, а я нет». Нет обратной причины следственной связи между фактом выигрыша адресатом гранта в конкурсе при наличии других, даже самых достойных кандидатов и недостойностью проигравшего. Это не сообщающие сосуды. Все кандидаты, в том числе и выигравшие, могут быть достойными. Наличие противопоставления манипулятором адресата достойным кандидатом не делает его хуже, чем они. Третий сомнительный факт. Ну что? Оценочная позиция сверху вниз. Уступаться право на оценку. Четвертое. Услово «достойный» много значений. Цель манипуляции – ложка дегтя в бочке меда. Наслаждение эмоциональной властью. Вот как я могу в один момент испоганить тебе настроение. Мишени. Низкая самооценка адресата, хроническое чувство вины, страх перед клеветой. Противоядие. Это все к чему? Манипулятор. Похоже, ваш стиль работы не очень эффективен. Первое. Факты. Неудачи были. Второе. Неудачи периодически случаются у каждого. Осомнительные моменты. Узурпация – право на оценку. Отдельные неудачи не говорят о неэффективности стиля в целом. Третье. Сравнение с умолчанием. Не очень эффективен. По сравнению с чем? Четвертое. Не определено, что такое стиль. Пятое. Похоже, претензия манипулятора на то, что он что-то ясно видит. Противоядие. Мне хотелось бы получить разъяснение, что конкретно вы понимаете под словосочетанием стиль работы. И по каким показателям оцениваете его эффективность. Вообще, надо стараться никогда не пропускать, как нечто собой самой разумеющееся, неопределенные слова манипулятора, а требовать от него уместной формы предельной конкретики. Правда, здесь еще важно понимать, в каких фразах манипулятора вообще не надо копаться, чтобы не запачкаться. Например, манипулятор вам заявляет, «Я знаю, ты ради своих целей можешь пройти по чужим головам». Вы наивно начинаете уточнять, что конкретно он имел в виду, а ему только этого и надо. Ведь его задача именно в этом состоит, чтобы заставить вас говорить с ним на эту тему, а потом кому-то пояснить. Мы тут с Надей с полчаса обсуждали ее способность ходить по чужим головам. Возможно, кто-то захочет нам возразить и сказать, «Но ведь манипулятор может весь этот разговор просто придумать». Не будем возражать, может, но тогда это уже клеветник. А мы работаем с манипуляторами. Манипулятору всегда необходима хоть какая-то эмоциональная зацепка, чтобы затем ее использовать. Если ее ему не дать, то вероятность того, что он просто так на пустом месте пойдет клеветать, гораздо меньше. Ведь даже уличным хулиганам нужен хотя бы выдуманный повод, чтобы применить насилие. «Дай закурить». «А нет, говоришь». Еще нам важно помнить, что мы имеем полное право не отвечать ни на какие вопросы в отношении того, в чем мы невиновны, в том числе и по поводу нашего эмоционального состояния. Еще несколько примеров. «Манипулятор. У меня есть данные, что за моей спиной вы ведете тайные переговоры с Коржаковым». Мне не совсем понятно, почему вас так интересуют мои разговоры с другими людьми, если это ответ коллеги. Если это ответ начальнику, да, я регулярно общаюсь с Коржаковым по самым разным вопросам, если это ответ начальнику, да. «Заканчивая разговор о расклеивании манипуляции, в качестве десерта предложу читателю несколько готовых вариантов ответов на типичные манипулятивные фразы». «Манипулятор. О чем после этого вообще можно говорить?» «Коммуникатор. Боюсь, я не смогу за вас решить этот вопрос». «Манипулятор. Куда смотрели мои глаза?» «Коммуникатор. Кроме вас этого никто не может знать». Отдельно скажем несколько слов о достаточно часто встречающейся манипулятивной игре «Яснее, короче». Например, один человек что-то рассказывает другому, а тот ему «Ты не мог бы яснее?» Когда же рассказчик начинает говорить с большим количеством подробностей, чтобы его партнеру было яснее, тот в ответ требует «А нельзя ли то же самое, но покороче?» В данной игре налицо манипуляция, узурпация, право на оценку, цель – показать свою власть. Мишень, перфекционизм, адресат и его желание быть безупречным. Человеку, попадающему в такую игру, важно для себя помнить, что никто не имеет права контролировать наш мыслительный процесс. Даже начальник, который может требовать от нас только соблюдение сроков. Что можно было бы сказать в ответ на такую манипуляцию? Если перед нами наш непосредственный руководитель, соответственно, единственная уместная пристройка – взрослый родитель или эксперт-начальник. Ответ мог бы звучать так. Иван Иванович, я излагаю проблему так, как позволяет мне мои мыслительные и речевые возможности, моя цель – максимально четко изложить перед вами суть вопроса, как я ее понимаю. Или Иван Иванович, когда я вынужден одновременно думать и о содержании вопроса, и о форме его изложения, то появляется риск искажения содержания, чего бы мне не хотелось. Ну и перед тем, как перейти к детальному разговору о применении техник, еще раз вспомним этапы обезвреживания манипуляции. Этапы обезвреживания манипулятора. Отлавливаем сигнал «что-то не так», выходим на балкон, мысленно расклеиваем манипуляцию в своей голове. Второе. Применяем один из приемов по обезвреживанию манипулятора. Накидываем лассо. Применяем технику конкретизации, затуманивания и другие. Технику душения в объятиях, технику конструктивной конфронтации. В том числе напоминаем о своих правах. Технику уточнения цели манипулятора или технику ассертивной сценарии. Говорим всегда только из правильной коммуникативной пристройки. А теперь обещанные техники, названия которых вы до настоящего момента намеренно несколько раз употребляли, чтобы теперь их было легче воспринять и усвоить. Но вы догадались уже, что в следующий раз я вам буду читать про техники работы с манипуляцией. Технику конкретизации, техника затуманивания, техника душения в объятиях и так далее. Если вам было интересно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Я тут еще несколько раз буду вам читать про манипуляцию. Сколько нужно будет раз, столько и буду читать. Вот этот раз получилось достаточно длинным, потому что не хотелось рубить главу расклеивания манипуляции. Дальше будут главки покороче, так что не пугайтесь. Значит, кто хочет больше практики, приходите на мой вебинар бесплатный. По ссылочке переходите и приходите. Я вас буду ждать. И до следующего раза будем говорить про техники работы с манипуляцией. Пока!